Здравствуйте! Сегодня мы попробуем понять, почему наша голова круглая и как это отразилось на выкройках для головных уборов. У меня в руке апельсин. Понятно, что он круглый, но соответственно, какая-то часть этого апельсина похожа на нашу голову. Как мы можем определить? Вот это его два центра. Верхняя пипочка, даже могу ее немножко обозначить. И нижняя. Что мы будем сейчас сделать? Мы пойдем по тому стариному принципу, как из апельсина создать развернутую нашу выкройку. Вот наш относимый маленький блокнотик. Мы будем сейчас делать расчеты, растающие математикой. Вот, у меня действительно есть лента. Надо найти начало. Там, где циферки 1, 2, 3, 4 по нарастающей. Вот, и теперь вот наш верхний центр, нижний центр. Стало быть, мы сейчас мерим середину нашего апельсина, его обхват. Вот. Ну, допустим, у меня получилось 25 сантиметров объемного апельсина. Мне нужно поделить этот апельсин ролик. Стало быть, надо разделить 25 на какую-то цифру. Вот, я разделила на 5, получилось у меня 5, потому что 5 и 5 — 25. Ну, 25 разделить на 5. Стало быть, 25 — это у нас радиус, а 5 — это вот 5 частей. Делимое на 5. Ну, 25 у нас делится на 5, да? Ну, если делится 25 на 5, вот, стало быть, у нас будет в результате 5 частей. Я не буду долго уже мучиться. Я возьму делимое число, супротивное делимое число. Вот. И вот у нас, действительно, отмеряем по 5 сантиметров. Отложили, отметили. И по центру, наверное, чтобы было нам проще, мы просто сделали вот такую линию по центру. Большую линию. Вот. Грубо говоря, разделили этот наш апельсин пополам. Вот. Вот они, наши центры. И мы разделили апельсин пополам. Сначала у меня получилось 5 долек. Вот. Это вот раз. Отметили. Долька по 5 сантиметров. Вот. Два долька, тоже по 5 сантиметров. Три долька по 5 сантиметров. Четыре долька. Вот. Вот она, действительно, пятая наша долька по 5 сантиметров. Ну, грубо говоря, он теперь у нас меченый. Вот. И я думаю, что эти дольки, они у меня широковаты. Вот. То есть не мешало бы эти 5 сантиметров разделить еще на 2. Ну, тогда получится 5 сантиметров разделить на 2. Получится 2 с половиной. 2 с половиной плюс 2 с половиной будет у нас 5 сантиметров. Стало быть, эти наши широкие, очень, да, дольки мы поделили еще один раз. Дольки начинаем вести к нашему центру. Ну, стало быть, мы хотим его разрезать на много-много частей. Вторая долька. И все-все они идут к центру. Вот так прям по прямой. В общем-то. Вот такой у нас развеселый апельсин получается. Вот. Все точки сходятся в одну. Вот. Если мы присплюснем, присплюснем наши апельсины, то у нас просто получился вот в таком ракурсе, вид сверху, да, получился вот такой рисунок. Друга говоря, просто вид сверху, да, что это вот апельсин, это вот у нас центральная точка, и вот от него отходит много довик. Это у нас наш радиус нашего апельсина или обхват, допустим, головы. Здесь такие уши. И это все вид сверху. Вид сверху. Вот. Дальше то же самое можно сделать и с другой стороны. Соответственно, ну точно всем друзьям хватило, никто не остался обделен. Один. Продолжение следует... Ну, а теперь вот наша задача, вот этот весь наш красивый апельсин разрисованный, теперь нужно его разрезать, вот, мы сейчас будем его очень интересным способом чистить, ну, наверное, это вот если у нас центральная вот эта линия наша, да, вот, я думаю, я его буду чистить как-то по-другому, особенно, ну, допустим, вот до сих пор, здесь я сделала вот такую вот, вот, тоже еще одну линию начерчу, вот, по всему кругу, то есть это у нас будет центр, вот, здесь я начерчу еще одну линию, вот, и вот этот, допустим, фрагмент, вот он у меня будет нетронутый, а вот эти вот моменты, ну, сейчас просто разрежем на дольки, посмотрим, что получилось. Зуб сторона здесь снизу, сверху. Вот, и с другой стороны тоже самое. Вот. 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 Вот, и какую-то одну из этих долек все-таки нам нужно до конца разрезать, чтобы нам сделать развернутую картину. Посмотрите, что получилось. Вот, и теперь мы начинаем его очищать. Да, вот старайтесь, но так, чтобы не повредить нашу идею. Это почти что еще история из украшения для стола. Знаешь, но это не совсем традиционный метод, как узнать, что такое новый апельсин в развернутом виде, как он выглядит. Ну, грубо говоря, наша голова. Ну, спасла от многих бед. Природа Божья, обустройство мира. Так. Вот, мы почистили апельсин. Счастливый. Счастливо все наши друзья остались без того, что есть плод. Вот, ну вот, что мы увидели. Мы теперь его развернули. Вот, и, грубо говоря, если его так положить, вот, и вот так вот сделать, примять, то он у нас получится плоский. Вот, и стало быть, наш плоский апельсин состоит вот из таких вот фрагментов. Вот, и что, какая здесь особенность? Вот, и, грубо говоря, это есть вот выкройка. Выкройка. Вот, я, наверное, эту выкройку задействую для какого-нибудь украшения елочных, ну, в качестве елочной игрушки. Вот. Ну, это нужно осознать, что, когда ты хочешь сделать выкройку для головы, вот, то вот эти клинья, ну, любые детали, допустим, если, допустим, из четырёх, да, из четырёх клиньев состоит головной убор, вот, то края у него будут вот такими вот полукруглыми, то есть они не будут прямыми. Соответственно, чтобы плавно лечь по хвату нашей головы. Вот, ну, соответственно, голова, это вот, если вот так обрезать, вот, то здесь будет у нас лобная часть, вот, а всё остальное уйдёт у нас вот в такую интересную модель шапочки. Ну, и всякие другие технические приёмы, может быть, ждут вас впереди. До новых встреч! До свидания!